Массовые увольнения на Кандапожском ЦБК. Все из-за резкого падения прибыли. Замерзающие петрозаводчане жалуются мэро. К теплу подключены, но теплее не стало. Более тысячи квадратных метров тренировочного пространства. Новый спортивный центр на Древлянке. Новости на телеканале НИКО+. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. Последний день сентября. Не снегопад, но первый сильный снег, хоть и кратковременный. Он напомнил, что пора готовиться к зиме. Снег обещают на этой неделе еще не раз, так что есть смысл продумать гардероб. Погода в октябре непредсказуемая. Начнутся и заморозки. Навигацию на Онежском озере решено закрыть. Последний метеор уйдет на Кижи 1 октября. Завершаются рейсы на Великую Губу и Шалу. До конца года Кандапожский ЦБК может сократить до 10% своих работников. Об этом сообщает издание «Новая Контапога». Сейчас на предприятии работает 5068 человек. Сообщается, что в ноябре работы лишится 421 сотрудник. В декабре еще 67. Судьба еще 114 работников решится в ближайшее время. Итого предприятия могут покинуть 602 сотрудника. Сокращения связаны с резким падением прибыли предприятия. За первую половину этого года Кандапожский ЦБК заработал 2,9 млрд рублей. Чистый убыток предприятия за первые шесть месяцев этого года составил 1,5 млрд. Сельхозпредприятия Карелии завершили заготовку кормов. Как заверили чиновники, голодать животным зимой не придется. Только сено в республике запасено 13 тысяч тонн. Заготовка кормов для сельхозпредприятий едва ли не самый важный период в году. Ошибки, просчеты могут серьезно отразиться на бизнесе. В 2013-м, как заверил министр сельского хозяйства Григорий Мануйлов, задачи справились. Даже несмотря на то, что прошлый год был сложным. Дождливое лето и, как результат, некоторые виды корма подорожали на 40, а то и на 70%. Стадо коров в Карелии увеличилось на 200 голов, а 23 предприятия республики приобрели новую технику. Правда, тут же столкнулись с проблемой. У нас почти нет механизаторов. Техника есть, все есть, а опытных кадров нет. Ну и, конечно, нехватка оборотных средств, она сказывалась тоже на заготовке кормов. Это надо было вовремя покупать и запчасти, вовремя покупать топливо. Значит, вы знаете, что заготовка кормов – это самый напряженный момент, который требует мобилизации всех ресурсов. Говорили в правительстве об урожае, который в этом году собирали крупные и совсем небольшие хозяйства. Картошка уродилась, больше всего ее собрали в Товуе. А на сельхозярмарке вновь появилась наша карельская капуста. Так капусту вновь начали выращивать специалисты агрофирмы Тукса. К теплу подключены, но теплее не стало. Воздушные пробки не дают теплу пробиться в квартиры петрозаводчан, а управляющие компании не спешат продувать трубы, забитые заторами из воздуха. Замерзающие горожане жалуются мэру. На планерке в администрации произошел конфликт петрозаводчан и руководителей управляющих организаций. Петрозаводска готовится к Международному дню пожилых людей. В нашем городе почти 80 тысяч человек достигли пенсионного возраста. Свой праздник некоторые петрозаводские пенсионеры встретят в холодных квартирах. У нас темная жизнь наша, темные, страшные. На планерке говорили про воздушные пробки в трубах. Именно они основная причина холода в жилищах горожан. Тепло вроде бы включили, оно уже побежало по трубам, однако не добежало до внутриквартирных батарей. Помешали воздушные заторы. Разобраться с этой неприятностью должны управляющие компании. Дом подключен, почему нету тепла? У вас дома тепло есть? А почему у нас нет? Коммунальщики то ли не успевают ко всем сразу, то ли просто не торопятся. У меня работают бригады и в субботу, и в воскресенье, и всю неделю. Выпускаем воздух, где есть доступы, меняем оборудование. Вашу бригаду держали мужики, чтобы они с подвала не вышли. Ваших слесарей. По колено там воды, они все равно выбрали и убежали. Мы остались в субботу без горячей воды. Планерка в мэрии стала отражением вечной войны коммунальщиков и петрозаводчан. Сводки с фронта. Пушкинская 3. Нет тепла и газа. Гвардейская 33. Нет горячей воды и тепла. Луначарского 3. Нет тепла. Список, конечно, можно продолжить. Коммунальщиков в очередной раз поторопили. Разобраться с воздушными заторами в трубах нужно до первых настоящих холодов. Александр Гнетнев, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. Новости на телеканале Ника+. Мы продолжаем. Снижение цен на интернет в Карелии. В сентябре компания Ситилинк представила новые тарифы в Петрозаводске, сортовала в Сегеже и Костомукше. Представители одного из крупнейших интернет-провайдеров Карелии, компании Ситилинк, рассказали о своих новых проектах и крупном снижении цен. Ситилинк увеличивает скорость и снижает цены. Очень стремительно развивается наша сеть. Очень большое количество новых абонентов прибывает в ряды нашей компании. И поэтому компании удается снижать стоимость интернета. Все очень просто. Чем больше у нас абонентов, тем выгоднее тарифы и выше скорость для каждого. В качестве примера в Петрозаводске 16-мегабитный интернет от Ситилинка стоит 310 рублей в месяц. Скорость доступа в интернет увеличена не только в Карельской столице, но также в Сегеже, Костомукше и Сартовало. Сегодня Ситилинк реализует ряд собственных социальных проектов. Один из них – организация велопарковок в Карельской столице. На данный момент Ситилинк установил уже более двух десятков велопарковок. Большой резонанс получил новый проект видеонаблюдения. Проект видеонаблюдения «Мой дом Карелия.Про» он подразумевает, что вы получаете доступ к видеокамере, веб-камере, которая установлена с видом на ваш двор. И вы можете наблюдать из любой точки, в принципе, с работы, с дома, что происходит в вашем дворе. По записям с веб-камер компании Ситилинк уже был раскрыт ряд городских происшествий. В ближайшее время завершается фото-проект «Школьная жизнь», организованный интернет-компанией. 1 октября в торгово-развлекательном центре «Тетрис» откроется выставка лучших работ осеннего фотоконкурса. Александр Гнетнев, Евгений Евдокимов, телеканал «Ника плюс». Новый спортивный центр «Олимпфитнес» на бульваре «Интернационалистов-13» уже открыл свои двери и приглашает горожан на тренировки. Ну, вперед! К центру жить! Олимпу бойтесь! Спортивный центр «Олимпфитнес» был торжественно открыт в жилом районе Древлянка в присутствии министра спорта Карелии Александра Воронова. К услугам посетителей нового клуба более тысячи квадратных метров тренировочного пространства, тренажерный зал, оборудованный по последнему слову техники, кардиозона с беговыми дорожками, эллипсоидами и велотренажерами, зал групповых тренировок, где проходят йога, пилатес, аэробные силовые и танцевальные направления, а также зал единоборств. Меня очень порадовало, что здесь есть отделение бокса. Вот этот вот зал должен привлечь мальчишек этого большого спального района. И я хочу вот предложить, чтобы здесь этот зал всегда был наполняемый. Теперь жителям Древлянки больше не нужно ездить на тренировки в другие районы города и стоять в утомительных пробках. Все необходимое для занятий теперь здесь, в шаговой доступности. Клуб «Олимпфитнес» по праву может считаться сердцем спортивной жизни микрорайона, а также хорошей площадкой для пропаганды здорового образа жизни. Спортсмены, любители, приходите к нам, будьте здоровыми, будьте красивыми. А «Олимпфитнес» вам в этом поможет. К слову, в дневное время, а также по выходным для клиентов спортклуба предусмотрены скидки. Действуют акции на абонементы. Где все это находится? На третьем этаже нового общественного центра на бульваре «Интернационалистов-13». Игровые площадки должны быть не только для малышей, но и для подростков. Речь идет о мини-спортплощадках, которые раньше стояли в каждом дворе. Появятся ли новые комплексы? Об этом речь пойдет сразу после выпуска новостей. Не приключайтесь. А новости на сегодня все. Я, Юлия Кучеренко, с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова